Балетная школа Балетная школа Как отдельный вид спорта фигурное катание сформировалось во второй половине 19 века. Первые соревнования прошли в 1882 году в Вене и участвовали в них исключительно мужчины. Фигурное катание было первым из зимних видов спорта, включенных в олимпийскую программу. В России оно было известно еще со времен Петра I. Его называют народным спортом и по степени популярности сравнивают с футболом. В Одинцово отделение фигурного катания появилось с открытием Ледового дворца в 2000 году. Сегодня это одно из самых популярных направлений, куда родители стремятся отдать своего ребенка. В отделении фигурного катания спортивной школы Одинцова занимаются юные звездочки, которые уже блистают на льду. К примеру, участники шоу «Ледниковый период» – дети Алиса Овсянкина и Федор Орехов. Еще одна звездная пара из Одинцова – Арина Ушакова и Максим Некрасов. На чемпионате мира среди юниоров фигуристы в этом году выступали впервые. Еще в начале сезона танцевальная пара заявила о серьезных спортивных планах. После короткой программы спортсмены стали главными претендентами на бронзу чемпионата, обойдя канадский дуэт. Тренируются ребята в Одинцово под руководством своего наставника, заслуженного тренера России Алексея Горшкова. Не забывают и про учебу. Арина и Максим получают образование в училище Олимпийского резерва номер один. Тренировки идут полным ходом, ведь фигурное катание – спорт бескомпромиссный. У юниоров сезон начинается вообще рано, даже соревновательный, понимаете. А вообще сезон у нас не заканчивается. То есть сейчас же в современном фигурном катании отпуска практически нет. Музыкальность и выразительность движений фигуристы оттачивают на занятия хореографией. Здесь юноши и девушки бывают несколько раз в неделю. Батман, плиет, андю – язык балета для фигуристов почти родной. Бессменная спутница ребят в их спортивном становлении – хореограф Наталья Яновская, опытный педагог. Занятия в танцевальном классе – важная часть спортивной подготовки. Здесь будущие чемпионы учатся слушать и слышать музыку, чувствовать свое тело, уверенно держаться, а главное – говорить со зрителем языком движений. Это тяжелая работа, где надо учиться делать через «не могу», через боль, через труд улыбаться, учиться уметь дышать, уметь разговаривать между строк, чтобы со зрителем протянуть невидимую ниточку, чтобы зритель сопереживал, танцевал вместе с ним, дышал вместе с ним. И очень часто я говорю о том, что если это очень важно для них, уметь вот эту тоненькую ниточку выстроить, а может быть тогда, если после вашего проката, после увиденного исполнения вами, кому-то захочется позвонить какому-то своему родственнику или друзьям, сказать доброе слово, или взять в руки кисть, или взять блокнот, написать стих, то это будет высшее их мастерство. То есть творческое начало? Конечно. Но здесь и не только, но здесь в первую очередь мы приобретаем навыки, учимся чувствовать свое тело, владеть своим телом, стоять на ноге, самое главное – слышать музыку, читать ее, передавать. Потому что у нас в хореографии наши руки, лицо – это наша речь. А речь наша должна быть именно певучей. Зачем фигуристу балет? Оказывается, фигурное катание по форме наиболее близко танцевальной миниатюре. Программа выступления спортсмена сравнима с мини-спектаклем. Здесь важна драматургия, музыка и хореография. Только органичное сочетание этих составляющих, основанных на серьезной спортивной подготовке, может принести высокий результат. Хореография – это как вспомогательное звено. И одно из основных. Потому что, например, тренера бывает и наказывают, когда если прогулял или плохо проработал, могут и не пустить на тренировку. Потому что здесь мы учимся стоять на ноге, опять же, чувствовать свое тело. Вот уже батмонтан дюбли, они же помогают скользить, стоять. Без него никуда. Как без музыки катать без заловку. И вообще программы катать. Нынешний урок хореографии открытый. У станка начинающие спортсмены и призеры международных соревнований. В гостях представители училищ Олимпийского резерва, куда большинство ребят поступают, продолжая тренироваться. О вас, к сожалению, я бы сказала, знают, как о танцорах, которые работают на льду. А не знают, сколько труда вы вкладываете в каждую вашу тренировку, и сколько сил и энергии затрачиваете каждый день. Что фигурное катание – это не только лед, и не столько лед, сколько сила духа, которую вы приобретаете на других видах тренировочных занятий. И Наталья Евгеньевна, как один из координаторов такого удивительного занятия, как хореография, человек, который дает вам возможность почувствовать ритм. Понять вообще, как работает ваш связочный аппарат, как правильно себя держать, как правильно себя показать, как увидеть себя со стороны. Но это только что знаю я. Это та малая-малая толика, что видела я сегодня, но она дает представление о всеобъемлющем. И самым красивым для меня в виде спорта. Еще одна звездная воспитанница отделения фигурного катания спортивной школы Одинцова Вероника Монат, ученица Андрея Кислухина. Заслуженный тренер России работает с одиночниками. Сейчас у него несколько спортсменов. К маститому тренеру фигуристы попадают в возрасте 10-11 лет. Короткая программа называется «Грезы любви». Музыка там нежная. Это чувство, надо передать чувство любви. То есть надо кататься с улыбкой, красиво. По элементам она достаточно сложная. Там есть сложные прыжки. А произвольная программа у меня «Мастер и Маргарита». Да, там совершенно другой образ. Образ, так скажем, ведьмы такой. Да, и надо передать чувства такие волшебные, мистические. Вероника Монат – это воспитанница Одинцовской школы фигурного катания. Изначально она здесь родилась. Одинцовская почти с первых лет занимается. Кандидат в мастера спорта. Участница всероссийских соревнований. Спартакеат. У меня две группы. Есть помладше и постарше, которая сейчас находится на льду. Ну, где-то около семи одиночников. В основном девочки у меня. Для Вероники сезон не закончился. Впереди соревнования в Оренбурге, где девушке предстоит выполнить норму мастера спорта. Радостную новость привезли из Греции Одинцовские тэквондисты. Арина Пучко одержала победу на третьем международном рейтинговом турнире G2, где разыгрывались путевки на первенство и чемпионат Европы. В турнире приняли участие 2800 спортсменов из 71 страны. Арина в первый день соревнований заняла первое место среди юниоров в весе до 46 килограммов. Выполнила норматив мастера спорта и завоевала путевку на первенство Европы, которое пройдет в октябре в Польше. Одинцовские шашисты провели турнир ко дню победы с участием гостей из Москвы. В результате интересной борьбы первое место в общем зачете занял московский мастер Сергей Горбачев, набравший 6 очков из 8 возможных. Отдельный зачет проводился среди молодежи. Сильнейшей оказалась москвичка Вера Горбачева. Лучший результат среди одинцовских юношей показал второразрядник Егор Пазухин. Среди детей первое место занял 11-летний Иван Кузнецов, выигравший все партии. Праздничный турнир провели и одинцовские шахматисты. 9 мая в ГДО прошли два соревнования для детей и взрослых, к которым присоединились спортсмены из Москвы, из Вениграда. Но большинство участников составили одинцовские спортсмены. Турнир длился с самого утра. Некоторые шахматисты совсем юного возраста были допущены к взрослым состязаниям по результатам рейтинга. Эти турниры проводятся ежемесячно, носят плановый характер. Они способствуют повышению мастерства спортсменам. Мы стараемся особенно для юных участников. 10 человек у нас допущены сегодня к взрослым соревнованиям. Это ребята, скажем, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го классов, которые бы так бы не попали, но за счет своего рейтинга, за счет того, что они уже чего-то добились, и они с нами сегодня играют. После упорной борьбы первое место с результатом 7 очков из 9 возможных занял международный мастер Павел Двалишвили. На втором Сергей Никифоров из Люберец, показавший игру, намного превосходящую его рейтинг. А на третьем постоянный участник одинцовских турниров мастер Фиде Валерий Кедров. Это все спортивные события на сегодня. Наслаждайтесь весной и находите время для спорта.